Зашел на сайт RTL SDR, откуда в принципе я и качал SDR Sharp. Нашел такую... давно, конечно, я нашел эту штучку, решил с вами поделиться. TV Sharp, то есть наш RTL Dongle, может показывать картинку. Картинка выглядит вот таким вот образом, черно-белая. Ну вот, ради расширения кругозора написал программку-игрушку для приема аналогового ТВ-вещанина Dongle, взяв за основу ADSB. Я не знаю, что это такое. Не ожидал, что люди заинтересуются программкой, но она оказалась востребованной и интересной для радиолюбителей. Основные возможности показывает только черно-белое изображение, без звука. Максимальное разрешение около 100 линий по горизонтали и 580 по вертикали. Понимает стандарты SECAM PAL 625 строк 50 кадров в секунду. NTS 525 строк 60 кадров в секунду. Развертка через строчную модуляцию в виде сигнала AM. То есть вот такая вот программка. На самом деле, пользы с нее, я думаю, немного. Почему? Потому что, в принципе, данный тюнер является ТВ-тюнером. Если у вас стандарт, который может воспроизводить данный ТВ-тюнер, присутствует в вашем городе, то вам, в принципе, эта программка не нужна. Но, если честно, даже если у вас нет данного стандарта, то данная программка – это просто как побаловаться. Ну, просто реально, чтобы расширить кругозор и попробовать. Ну, давайте мы ее скачаем, потом прочитаем, что она может скачать. Вот я качаю в D-программке VideoSDR. В общем, сохраняю. Находим ранее скачанный архив. Нажимаем «Извлечь файлы». Кстати, сейчас вот с док-станцией реально так удобно. Раньше у меня сбоку в ноутбуке три входа. Один под мышку, два под флешку. И вот вообще некуда было вставлять этот донгл. То есть нужно было, чтобы его вставить, нужно было заморочиться. А сейчас док-станция офигенно. У меня стоит стационарная док-станция. Поэтому всегда, в любой момент можно включать SDR Sharp. Ну, в общем, всякие разные программки для донгла. И слушать эфир офигенно. Так что и в данном случае мне ничего никуда вставлять не надо будет. Просто включаем программку. Ну вот, мы, в принципе, взяли, разархивировали наш архивчик. И здесь находятся такие файлики. Всего лишь пять файликов, каких-то пару киловайт. Нажимаем правой кнопкой. Ну, я обычно делаю запуск от имени администратора. Программка запускается. У меня два монитора, поэтому она запускается на другой монитор. Ну и вот как она выглядит. В принципе, очень похоже с тем, что показано на сайте. Вот на сайте, как она выглядит. Вот как она здесь выглядит. Да, в принципе, то же самое. Выбора нету. Донгл 1. Дальше. Палсикам. Палсикам. Ну, пускай будет палсикам. Не знаю точно, какой здесь параметр выбирать. Ну, пусть этот будет. Галочки. Ну, давайте оставим все как есть. И ничего добавлять пока не будем. Просто посмотрим, что у нас получится из этого. Так, вот у нас окно. Окно, где у нас видно отображаться будет изображение. Оно, кстати, вот у нас можно его уменьшать, можно его увеличивать. Ну, давайте сделаем таких примерно размеров. Потому что, в принципе, других панелей управления у нас нет. Ну что, нажимаем старт. Частота 495. Посмотрим. Антенна, кстати, у меня та, что за... Не моя квадратная, а та, что на улице палка такая. Вот такое изображение. Я так понял, это частота 495. 200. На 200 ничего нету. 201. Вот мы таким образом двигаемся по частоте вверх-вниз. Ну, и давайте посмотрим, найдем ли мы что-то и как оно будет показывать. Ну, вот, в принципе, 487. 487 какое-то даже явное изображение видно. Программ АГС. Ага. АГС, ну вот это, наверное... Ага, вот это программ. Галочка. Переключение видов R и U. Если сигнал входит в ограничение от избыточного усиления, к надписи TUNER GAME... TUNER GAME. Ну, вот, наверное. Добавляется слово OVERLOAD. Перегрузка. Где-то слово OVERLOAD добавляется. Ну, то есть, когда мы куда-то двигаемся по частоте, в этот момент, я так понял, подстраивается вот эта вот штука. Усиление. Ага, вот. Видите? Перегрузка. Прикольно. В этом случае необходимо уменьшить усиление TUNER или перейти на другой вид ARU. Программа ARU для этого сигнала поддерживает оптимальный уровень усиления. То есть, нажав эту кнопочку, у нас все автоматически само нормально корректирует. Ну-ка, давайте уберем ее. Убрали. Нажмем RTL. И что мы делаем? Усиление у нас... Ну, в общем, мы сами его настраиваем. Вот это. Это убираем. Уже идет перегрузка. Ну, оставляем программ. Дальше идем. GAME. Ручная регулировка усиления тюнера при отключении ARU. GAME. Ага. Вот мы. То же самое, то, что мы с вами перед этим делали. Вот данная вкладочка. Это набор параметров подстройки частоты тюнера. Вот это у нас грубая подстройка частоты тюнера реализуется аппаратно. То есть, это подстройка. То есть, ну, к примеру, вот мы 488, 489 у нас уже частота ушла, да. Ну, вот мы увидели лучшую какую-то частоту. И вот это грубая подстройка. Ну, то есть, такая подстройка вот этой, я так понял, штучки. Реализуется аппаратно. FINE. Данная вот вкладочка FINE. Точная подстройка. То есть, если мы уже вот настроили, и можно еще чуточку-чуточку подстроить, чтобы было лучше. Автокоррекция. Разовая автоматическая грубая подстройка частоты. То есть, мы можем нажать автокоррекция, и сама программка будет пытаться что-то там подстроить. Вот видите, как она у нас подстроила. Дальше, что у нас еще тут есть. Автоматическая подстройка работает только с хорошим сигналом, но по синхроимпульсам, срочной развертке, если сигнал слабый, подстройка работает некорректно. Поехали дальше. Position Correction. Вот. Position Correction. То есть, вот эта вкладочка. Набор параметров регулировки положения картинки. Авто. То, что у нас сейчас включено. Включение автоматической синхронизации по синхроимпульсам, срочной кадровой развертки. X и Y. Ручная регулировка положения картинки при отключенной автоматической синхронизации. Стабильность частоты телевизионных передатчиков и RTL-тюнера позволяет принимать очень слабый телевизионный сигнал без синхронизации по кадровым и срочным синхроимпульсам. С ручной подстройкой положение картинки и коррекцией частоты. Конечно, с частотным и динамическим диапазоном RTL-тюнеров полноценный прием ТВ-сигналов невозможен и много требовать от этой программы не стоит. Ну, в принципе, я согласен. Опять же, чтобы попробовать, потестить, я думаю, интересно. Вот ось Y, ось X. И, кстати, смотрите, еще изображение видно только двоится. Если нажимаем авто, картинка начинает дергаться. Вот инверсия. О, смотрите, вообще четко поймали какой-то канал. ТЭТ, ТЭТ-канал. Ну-ка. Даже что-то видно. Смотрите. Я поправляю, он куда-то едет. Смотрите, поправляем, едет, едет. О, блин. Усиливаем тюнер автокоррекции. Ну, автокоррекция работает... Ага, смотрите, тут можно... В другую сторону. О, и вот тут мелкая подстройка. Так. Ну, то есть, как-то так, да? Вот. Вполне, вполне себе телевизор. Прикольно. То есть, на досуге с двумя SDR-ами вполне можно что-то наклацать. Прикольно. Ну, давайте еще что-то посмотрим. Так. Еще раз напомню, что у меня антенна стоит простая какая-то. Вот тут канал Украина. Так, ну-ка, давайте подстроим. Лучше бы я это вообще не трогал. Вот так, теперь... Вот так. То есть, смотрите, может, еще настроили с вами. Так, а, и вот это... А, вот так. Круто! Не, еще не все. Еще. Давайте вот так вот. О! Ну, вообще, четко. Идеальная картинка. Видно, что кто-то танцует, кто-то что-то поет. Круто! Дальше посмотрим, что-то может еще поймаем. Может, какую-то четкую картинку. Вот еще что-то поймали. Ну, в общем, хорошо ее не видно, но эффект с ней. О! Так. Новый канал поймали. Еще бы как-то можно было избежать от этого того, что два яйца. Было бы тоже круто. О! Так-так-так. Так. Ну, давай скорей. Так. Вот. Дальше. Дальше так. И-и-и-и так. Вот вам новый канал. круто я думаю конечно взять лучше антенку хотя не факт что мой квадрат бы помог в этом случае думаю мой квадрат тут сильно большой роли не сыграет поэтому даже не вижу смысла его включать меня квадрат подключен сейчас моей радиостанции использую его иногда для связи когда выхожу с антенной a cartel пока подключил обычный тантин наверно сделаю антенку специально для rtl возьму 50-омный кабель возьму переделаю коннектор потому что там тот антенный коннектор в нем наверное затухание да скорее всего затухание уже не рассчитан вот вот еще какой-то канал поймали вот тут мелкая постройка вот вам еще одно видео изображение что-то тонис канал тонис поймали дальше что тут у нас еще есть то есть принципе это такая игрушка но возможно даже что-то с этим можно и будет сделать прикольно так нтн да вот нтн и подстраиваем чтобы так вот еще какой-то канал прикольно поехали дальше там идет с 400 до 600 что-то поймали это вот 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 ì вот О, ну вот, так, и так. Еще какой-то канал поймали. Дальше. Так, это тоже какая-то фигня. Давайте посмотрим, может, что-то нормальное, хоть более-менее четкое поймаем. Так, это что у нас было? Тоже какая-то нечеткая ерунда. Ну, четкое с этой антенны мы, наверное, не поймаем. Ну, не суть. В общем, хотите, попробуйте, возьмите нормальную какую-то антенну, сделайте себе. И вполне, я думаю, что можно поиграться. Опять же, если два SDR, либо один SDR и радио, типа как Texan, то можно на Texan поймать по этой же частоте звук, а по RTL аналоговую картинку. Он сам, конечно, рассчитан на то, чтобы использовать его как TV-тюнер, но вот у нас, допустим, данный TV-тюнер не работает. То есть частоты вещания на данном TV-тюнере у нас нет. А давайте посмотрим с нуля. Я думаю, может, что интересное будет. Может, конечно, вообще ничего не будет. Так, поставим так. Пускай он сам решает, куда ему что подстраивать. Что у нас тут? Ого, вот у нас на 78 МГц что-то есть. Оба-на, оба-на. Ну вот, на 93 МГц что-то поймали. Хорошо, только непонятно. Колючко можно крутить, он сразу перескакивает. Ну, в общем, в принципе, вот такая вот штучка. О, что-то было. Так, погуляться. Во всяком случае, пока вполне можно. Так, что у нас тут? Ничего. Может быть, в дальнейшем это перерастет в что-то более интересное, более полезное и более, как бы, функциональное. Ну, пока это так. Игрушка. Если понравилось, ставьте лайк, пишите хорошие комментарии, заглядите в другие ролики. Также ставьте лайки и пишите хорошие комментарии. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...